Да, правильно, в будущем будет лучше, я полностью согласен с наставником. Но сейчас на лед приглашаются участники вот этой самой второй подгруппы, которые проведут свою производную программу, но только после шести минут так называемой традиционной тренировки. Мы с вами увидим во второй части произвольной программы у девушек следующих представительниц. Анну Тарусину из Москвы, Серафиму Сахановичу из Санкт-Петербурга, Анастасию Губанову также из Санкт-Петербурга, Алину Загитову из Москвы, Валерию Михайлову также из столицы России, Москвы и Софью Самодурову из Санкт-Петербурга. Ну а сейчас пока у нас есть небольшая пауза, связанная с раскаткой фигуристок, мы еще раз обратим ваше внимание на то, как будет протекать соревновательная программа сегодняшнего дня, ну и завтрашнего итогового дня, в котором будут подведены итоги в танцах на льду и в спортивных парах. Итак, сегодня, напомню, уже состоялись произвольные программы у юноши, в котором определился победитель и им стал представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Алиев. Далее была короткая программа в спортивных парах. Завтра мы ожидаем произвольную программу у спортивных пар. Ну и сейчас мы с вами наблюдаем девушек, произвольную программу, в которой определятся победители. Ну и 22.15, время местное, Челябинское, нас ждет награждение победителей, цветочная церемония. Поэтому оставайтесь с нами, уважаемые дамы и господа, и увидите все самое интересное. Итак, завтра, 23 января, это анонс, 12.00, время местное, еще раз повторюсь, начнется наша программа. Нас ждут танцы на льду, произвольный танец, с которым и определится также пара победителей, занявшая первое, второе и третье место соответственно. В 14.30 нас ждет произвольная программа в спортивных парах. Вот там борьба будет на заглядение. Еще раз повторюсь, что мы пристально наблюдаем за парой Екатерины Борисовой и Дмитрия Сопот, которые пока что идут в Тарвиеме. И напомню, что Екатерина Борисова является представительницей Челябинской, имеется в виду воспитанницей Челябинской школы фигурного катания. Поэтому сейчас мы наблюдаем за ней, пусть даже она выступает за Пермский край. Ничего страшного. Ну и далее, в 16.45, завтра, 23 января, нас ждет награждение победителей и официальная церемония закрытия Пермства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров 2016 года. Очень интересная и насыщенная программа, поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Ну а завтра, если есть возможность, приходите обязательно под сводом Ледово-Ареный трактор и все увидите сами, своим глазами. Да, действительно, завтра ждет очень интересная борьба. И в парном катании, где мы увидим, скажем так, противостояние трех школ парного катания. Это Московская школа, Санкт-Петербургская и школы города Перми. Это будет очень интересно. И, конечно же, мы опять с вами можем насладиться танцами на льду, опять увидеть прекрасные наряды девушек и элегантных юношей, которые тоже покажут свой произвольный танец. По-прежнему с вами в эфире Константин Устьянцев и Валерий Артюхов. Майс спорта международного класса, старший избор России, начальник команды. Валерий Владимирович, пока у нас есть пауза, здесь мы вправе отвлекаться на различные лирические отступления. Ну, скажем так, лирические и не очень. Вот у меня есть вопрос, который, я думаю, волнует многих наших телезрителей, вообще, в принципе, любителей спорта. Наверняка, вы заметили, обращаясь к нашим телезрителям, что фигуристы выступают в разных коньках, именно разного цвета коньках. Есть черные, есть белые, есть золотые. Ну, вообще, два цвета, наверное, все-таки, таких коронных. Это черные и белые. Вот с чем связан, я обращаюсь к своему собеседнику, Валерий Владимирович, выбор вот этих самых цветов? Есть ли какой-то принцип, вот, не знаю, быть в белом обязательно, быть в черном? Вообще, что и как происходит? На самом деле, вы знаете, это индивидуальный подход каждого спортсмена. Но действительно, как вы успели заметить, наши спортсмены выступают в лезвиях нескольких разных дизайнов и компаний. То есть, в основном, используется, конечно, это лезвие, даже вот есть реклама на борту, вот Джон Уилсон, мы видим эту рекламу буквально перед нами. Это английская, одна из самых старых компаний, которая льет лезвие для фигурного катания. Также некоторые выступают в лезвиях, так называемый Фантом, это канадская компания, которые облегченные. А то, что касается, то есть, это вот две основных компаний, которые мы используем для наших поступлений, для наших фигуристов. И, естественно, то, что касается цвета, конечно, здесь чисто индивидуальный подход. Почему никто не катается в зеленой расцветке коньков? Вы знаете, был фигурист, который катался в зеленой, в синей, в коричневой, был такой чемпион мира, среди профессионалов, среди любителей, такой Гарри Биком. Да, он был такой очень экстравагантный у мужчины, который использовал ботинки. Но это было такое чисто здесь. Вы знаете, все-таки, наверное, вот более эстетично, когда девушки выходят в белых ботинках, это все-таки более эстетично, наверное, выглядит. Но также используется так называемый телесный цвет, то есть это тоже как бы под... все подгоняется под костюм. Единственное, что хочу отметить, что танцевальные до этого катаются на лезвиях, но они укороченные, поскольку специфика танца, именно чтобы танцевать вот эти обязательные танцы, которые мы вчера с вами видели, вот эту часть, именно проще его исполнять вот на чуть-чуть укороченных лезвиях. Но на них можно прыгать, но они достаточно неустойчивые к прыжкам. Поэтому здесь есть такая разница между танцевальными лезвиями и лезвиями, которые используются в парном, в спортивных парах и в одиночном катании. То, что ребята покатались вчера и выходят на лед сегодня, есть ли какая-то заточка коньков вот между этими днями или же она отсутствует? Безусловно, есть. Но вы знаете, как правило, спортсмены точат некоторое время перед стартом. Почему? Потому что после заточки тоже требуется некоторое время для раскатки коньков. Вот сейчас мы с вами видим на экране... Министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Яковлевича Одера и вместе с ним... Да, и руководство президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Георгиевича Горшкова, первого олимпийского чемпиона в танцах на льду и генерального директора, одного из руководителей выступлений в Айсберге во время Олимпийских игр Сочи Александра Ильича Когана.